здравствуйте продолжаем тему монет объединенных каким-либо общим признакам в прошлом видео мы с вами говорили о монетах с изображениями львов данном видео также рассмотрим 5 произвольных монет из моей коллекции опять же заезженную тему возьмем такую как изображение парусников на монетах собственно начнем данное видео с вот такой вот португальской монеты достоинства в 10 escudo 1954 года выпуска о данной монете я уже собственно делал обзор в прошлом кому интересно ссылка будет в описании можете посмотреть собственно данный тип монет чеканился в лиссабоне столице португалии заведением импринса национал касса дэмоэда что в переводе на русский язык обозначает национальная типография монетный двор в 1954 и 1955 годах из серебра 680 пробы собственно видим на аверсе монеты вот такой вот парусник точнее скорее всего это карака слову сказать что на португальских монетах как на обиходных так и на памятных очень много изображено парусных кораблей что является отсылкой к тому что португалия была великой морской державой в прошлом в эту самую эпоху великих географических открытий об этом также нам говорит один из государственных символов элемент герба португалии армиллярная сфера прибор для астронавигации широко используемый в ту же эпоху великих географических открытий ну собственно вернемся парус ником следующая монета монета испанская 1925 года выпуска времен правления короля альфонса 13 который правил с 1886 по 1931 годы также на данной монете изображена скорее всего карака хотя называют данную монету как каравелла вот но на мой взгляд каравелла она все-таки с косыми парусами и гораздо меньше размерами вот ну не суть монета данная чеканилась только в 1925 году из медно-никелевого сплава королевским монетным двором в городе мадрид столице испании на реверсе монеты мы видим ее номинал 25 сантимов или сантимов разные источники говорят по-разному следующая монета довольно обычная достоинством в одну греческую драхму собственно это монета греческой республики 1982 года выпуска из никелевой латуни данная монета чеканилась 1976 по 1986 годы на монете на версии монеты точнее изображен корвет времен греческой войны за независимость от османской империи ну и на реверсе монеты изображен профиль константина канариса греческого адмирала герои этой самой войны за независимостью от османской империи и к слову несколько раз даже бывшим премьер-министром греции далее монета аргентинской республики достоинством 5 п сон 1961 года выпуска чеканилась данная монета с 1961 по 1968 годы и стали покрытой никелем в столице аргентины городе буэнос-айрес на аверсе монеты изображен фрегат под названием президент сармьенто в наше время данный парусник является музеем спущен он на воду был в 1897 году как учебный корабль морской академии военно-морских сил аргентины и назван он в честь доминго сармьенто президента аргентины в 1868 1874 годах руководившим страной ну собственно парусник данной является последним в таком состоянии уцелевшим аргентинским кораблем 1890-х годов на реверсе монеты мы видим номинал в окружением двух лавровых ветвей собственно год чеканки данной монеты ну и наконец монета британского доминиона южно-африканского союза монет довольно такая крупная времен правления короля георга 6 британского ну и соответственно британских доминионов монета от чеканина из серебра 500 пробы монетным двором в городе кейптаун и посвящена данная монета собственно основание кейптауна а именно трехсотлетию с момента данного события у данной монете я тоже в прошлом уже делал обзор ссылка также будет в описании кому интересно можете посмотреть собственно на реверсе данной монеты монеты к слову достоинства в 5 шиллингов в те времена еще денежной единицей южной африки был не ранта южноафриканский фунт который состоял из 240 пенсов данная монета достоинства в 5 шиллингов на реверсе монеты изображен корабль дромедарис яна ван рибика нидерландского мореплавателя и собственно основателя города кейптаун вот такие вот монеты с изображением парусников мы с вами сегодня рассмотрели просьба писать в комментариях что понравилось что не понравилось в данном видео и понравилось ли данное видео вообще всем желаю удачи в пополнении коллекции до новых встреч